Торжественное открытие состоялось 4 мая. Участниками чемпионата стали 8 команд из городов Десногорск, Сосновый Бор, Удомля, Нововоронеж, Курчатов, Полярные Зори, Заречный, Волгодонск. В открытии приняли участие и первые лица города. Сегодня мы открываем по нашим площадкам для проведения турниров на СССР. Что важно? Для участников соревнований, если это праздник, соревнования как раз на СССР, которые определяют участники соревнований и тренинг в уровне своей подготовки, радуются победе, печалятся поражению. Но это спорт. А в спорте побеждали более подготовленные, более тренированные, более сильнейшие. Поэтому удача, хорошие соревнования, победы. Физкультурно-оздоровительный комплекс Десна собрал лучших школьников-баскетболистов городов присутствия атомной энергетики. Организатором мероприятия является Центр спортивной подготовки баскетболистов «Динамо Росэнергоатом». Я считаю, что для детей это очень хороший большой праздник. Надеемся, что это будет у нас такой площадкой для следующего года, потому что мы планируем и продолжение проекта, и расширение проекта. Здесь у нас играют седьмые и восьмые классы. Мы думаем, что подключить пятые и шестые классы. Самое главное, что это заинтересовало в первую очередь детей и их родителей. Заинтересовало образование, заинтересовало спортивные организации этих городов. Мы на правильном пути, если они уже говорят о том, что давайте продолжать. Поэтому очень все позитивно. 4 и 5 мая ребята проходили жесткий отбор. Каждой команде хотелось стать финалистом масштабных соревнований. Юные участники показали высочайший уровень мастерства и техники. В финале в решающем поединке сошлись команды Десногорска и Волгодонска. Убедительную победу со счетом 25-14 одержала наша команда. Третье место у Полярных Зорей. Среди десногорцев самые полезные игроки Евгений Фукс и Анастасия Визнер. Конечно, сложно было. Групповый этап был легко, а тут уже игры в плей-офф были вообще сложные. Пришлось попакить. Ну понравилось вообще. Да, конечно понравилось. Самое главное в спорте – это любые эмоции. Бастетбол – самый эмоциональный вид спорта. За это он мне и нравится. Мне очень понравилось. Было нелегко, но мальчики наши молодцы. Заняли первое место, конечно, доволен, но есть над чем работать. Много ошибок, недочетов. Победители и призеры награждены грамотами и подарками от концерна «Росэнергоатом». Благодарность от организаторов соревнований получили и тренеры команд-участниц.